Вы знаете, когда заканчивается учеба у вас в медицинстве? Нет. Известно вам уже? Нет. Я считаю, что последняя векция волнует. Попадает еще на вашу учебу в медицинстве. Сегодня у нас четвертая, значит, 4 прибавить 21, 25, 25 число. Вот 25 число будет у вас в черный день или нет? Ну, там зачет на неделю, скорее всего, уже. Ну, вот я тоже боюсь. Значит, это вторник. Ну, значит, конечно, мне это очень важно, потому что на самом деле, ну, я как бы немножко себя не успеваю. Я медленно за все это рассказываю, значит, все же как-то время, за не так сильно полуплутнями. Но я думаю просто, что если больше рассказывать, то быстрее, то куда меньше будет улучшить, честно говоря. Поэтому, значит, я пытаюсь медленно рассказывать, но зато, значит, у меня вот, наконец, получается иногда не успевают какие-то важные вещи рассказать. Вот, значит, у нас, если 25 рабочий день у нас будет, вот я очень надеюсь, что это не так, то тогда у нас будет нормально. Ну, вот, значит, ну ладно, все равно, ускоряться так сильно то, что я не собираюсь, потому что я и так вам же у таких, там, выколотки там все прочее, это я стараюсь не делать. Ну, вот, значит, смотрите, давайте сейчас немножко поговорю с вами о том, что мы просто рассказывали. Два важных вопроса. Два важных вопроса, которые мы можем посмотреть. Это первое, спектральная плотность колебаний, спектральная плотность колебаний, колебаний. Да, и второй, это кванты, 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 кванты. Два важные вещи. Это, такое, такие вопросы, конечно, они с одной стороны, которые ясные, можно их ясно понять и простые, но все равно требует какое-то напряжение, способами. И смотрите, значит, у нас есть, как бы, вот, частоты колебаний и стола. Альфа, вот, ка название ns. Альфа, альфа, альфа является, значит, . или три нюхлые колебания в этой нюхлитке. Значит, вот что мы раз повторяем еще раз. Значит, у нас колебания кристала представляют всегда совокупность гармонических колебаний с этими частотами. Просто любое движение, так сказать, колебательное движение кристала можно себе представить как совокупность вот этих вот гармонических колебаний. Я понимаю, с определенными, значит, как количеством этих колебаний, что, то есть столько значений волновой фильтров и волновой значения Альфа занято Британием как состояние кристала. Сооприкарную судьбу на сцене кристаллу, что просто есть совокупность не боится. Такого-то числа этих колебаний. И это определяется нормальным экстрактаментом. Как говорится? Нормальный экстрактамент определяет нам скользко для каждого вот этого вектора колебаний. Значит, какой-то риск есть. Ну вот, так вот, значит, если описывается системой, механическое описание такого этой системы, оно, значит, когда физические свойства этой системы начинают увеличивать, то у нас очень важно имеет значение вычисления увеличения, которое зависит только от частоты. по всей этой системы. Значит, у нас физические величины такие, что они представляют собой сумму по всем К, по всем К и Альфа от каких-то функций, зависящих только от частоты. Вот тут мы, буквально, символы же должны разобрать. Значит, что если это получается? И, значит, получается, что значительную сумму по всем этим К и Альфа должны вычислять от каких-то значительных функций. И поэтому очень важное значение имеет спектральная плодность колебаний. То есть, сколько же колебаний за начистотой. вот тут мы с ним по всем К и Альфа фигурируем, каждый К и Альфа. А сколько из каждой части? Потому что это тогда можно, если это так, тогда можно представить, как функцию, ну, какой-то максимальный у колебаний есть максимальная частота. Вот это важно. Мы все дойдем до места, где это будет принципиально, понятно, что, значит, у нас законы дисперсии этих колебаний, законы дисперсии этих колебаний, то есть это Альфа, 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 Альфа. И идет какая-то, ну, до какой-то границы. И вот эта колебания – это принципиально важная, эта граница зоны вернувения. Вот в любом направлении мы взяли это, и вот это, значит, зависимость можно нарисовать, ну, и она чуть-чуть, и чуть-чуть не отдать пока, и, значит, эта зависимость можно всегда, всегда понимать, что она есть. А дальше на границе повторяется та же самая картинка, если мы заберем бесконечного планшета. В этом отличие кристалла от некой бесконечной системы, например, некой системы, такая колебция, может себе прицать, я бы так думал, такой, ну, для него, когда так любое, когда мы говорим на границах, возможно. А физических таких систем, конечно, нет. Ну, вот, то есть это вот ограничение. И это ограниченное связано с чем? Связано с принципиальным вопросом, с тем, что в принципе не может распространяться длина волны, очень полной, длины, которые меньше мешают на расстоянии, вот, когда этот объект обратно решился, который за всю эту объект обратно решился. Эта единица надо, понимаешь, да, где-то, значит, я не смотрю на штат. Ну, это вот, значит, сейчас, что у нас ограниченность, и, соответственно, значит, много могут быть, вот, и, по-моему, чем-то, соответственно, строгая и ограниченная тоже, ограниченная всегда вот чем-то. И, значит, поэтому у нас здесь будет, соответственно, если мы запишем сумму, это какой-то максимальный, значит, фактически я нажал, это, наверное, может, у нас, который мы, который мы записываем, мы этого субтитруем сумму, у альфа, ве, на 2 петли, по декаде, вот эту сумму, вот таким образом записываем. Значит, соответственно, вот тут, значит, здесь не нужно будет написать, вот эту самую функцию, по частотам, где, значит, входит функция вот такая. Вот здесь содержится все то, что связано с зависимостью, опять, от старости. Это есть специальное полоследие, спектр, это число, да, спектр, число. Тут у него есть, мы теряем по всем число, там есть, соответственно, в каждой чистоте соответствует своя функция. Вот. Значит, этот черный гектал, может, здесь и мы сейчас поставим, да? Вот тогда здесь вот, просто фиция, она, ну, ограниченная, вообще все равно не будет, здесь только выше какой-то. Ну, значит, получается, что вот эта вот, значит, запись вот этого, вот этого интеграла, по декаде, значит, ну, вместо этой суммы, вот такой интеграл, она позволяет нам, теперь, сказать, что у нас там, там, где мы имеем дело с такими величинами, а это вот чужие, не мимические, там, туда вот, одна такая, характеристика, талибани, это вот эта функция, специальная полоследие. Вот очень важная эта функция, поэтому начинаем нам уметь, уметь, уметь вот этот, вот этот интеграл, по ДК, по-объемной системе, уметь записать, в виде интеграла, значит, по ДК, по ДК, ну, и, здесь поехали по чему-то другому, так, чтобы преобразовать это, объемные интеграли, по, в каком-то чему-то еще, так это что-то еще мы забрали, что это будет интеграл и зачастую не появится. Это математический такой вопрос, как преобразовать интеграл в этот и в этот. И тогда по поверхности безочастотной. Для каждого вверх, каждый архив, что-то ставим в этот вопрос. Написано так. Значит, фактически мы вот это поиск, что это поиск, которая омега-5-5-5-5-5-5. Ну, значит, здесь доктор должен что добыть? И так это будет, значит, соответственно, чему-то будет. Этот вот интеграл требует заварить. Ну, вот два этого. Вот аргумент подозреваем. Для омега, ню, альфа, атомега. Вот. Это же число. Огумляющество применяется, если чему-то. И до какой-то. Максимально они должны на всякий случай, чтобы иметь сечение. Атомега именно такая есть. Вот. Эта спектральная полнотическая альбани. Значит, она характеризует распределение альбани по частотам, который, значит, что является свойством данного, значит, и стал, потому что она, по целому, просто спектральная полнотическая альбани. Ну, здесь это самое. Ну, вот. Так вот. Здесь вот этот интеграл показывает, что здесь, конечно, будет некая функция. Так вот мы показали, значит, просто, да. Проведя прогнозование от этого интеграла к этому, показали, что в этой функции внизу входит градиент. Вот эта функция как? Градиент по К. Ну, пишем, что вот эта функция омега от К. Т.е. она, как бы, служит чему? Плотности распределения, вот видите, на армию градиенту, служит, как говорят, вот, плотности распределения этих вот по частот, вот, вернее, значит, значение волной обложки гекторов 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 по излечественной поверхности. Вот. На излечественной поверхности вот столько гекторов сходится, чем у нас будет значение. Ну, вот такая вот эта форма, и, соответственно, значит, у нас вот эта вот влечена альфа на тамилии, вот когда мы вот так записали... Так. Ну, я тут мне непосредственно написал ничего, я хотел вас сразу здесь написать это вот. Теперь пишем сразу. В на два петуха, сумма по альфа, сумма по альфа и интеграл по декаде. И интеграл, вот, уже не берем, вот, уже не берем, F, 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 F от Америка. Вот такой вот. А здесь сумма по альфа. Ну, вот, значит, это вот такое вот, чтобы такое принятие, то тогда, вот я прямо здесь могу написать сейчас, чтобы он будет представить, ну, не от альфа. Не от альфа, не от альфа. Ну, здесь, ну, здесь, не от альфа, раз он наставит, еще и сумма по альфу наставит. То есть, значит, здесь, это, для каждой версии, это два, не своя. А полная полность к альфа, вы можете сумму по альфа, вот это, знаете, просто у него от альфа. Это будет, ну, из всего к альфа. Ну, значит, соответственно, вот это, если просто нужно посмотреть, то это даже не будет. Мы получили эту форму прямо из геометрических соображений. Ну, вот, значит, дальше мы второе, что сделали, это, вот, свойства кинем метров. Здесь у меня сейчас определенное совершенное свойство. Значит, какое геометрические, альфа, по метров. Она идет, только что сначала она квадратичная. Это мы прямо просто показали, что она квадратичная по метров. Вот это вот идет, идет вот эта вот зависимость. Дальше идет, значит, это. Дальше идет, значит, это. Дальше идет. А дальше идет и зон такой, где-то тут до месяца. Дальше, следующий зон, как мы поместим. Дальше это. Вот, вот, самое простейшее, спектрологическое, это, скажем, для акустических видов. Акустические виды, которые начинаются, со мной это, ладно, не любят. Значит, все оптические виды, они начинаются, если они заточателят. Для них теоретические виды, эти, значит, очень хорошие. Я здесь пишу. Спектрологическое виду. Спектрологическое видotto. Они будут такие. На этом я хочу у меня поздно обратно начинать. Седьмое видо, опять же. Раз, раз, три раз. Вот это вот у нас... Вот вы, значит, вот обязательно передвигается такие лосковые. Что, эээ... Какая фамилия? Ещё раз. Вот смотрите, как пишется. Значит, в лотинском, это гласпирическое, Пишется по-платине так, его даже читали раньше вот так, в Голландец, как это было мнение, по-английски это я не читаю, значит, мы его говорим, Ван Хофф, вот так мы по-портски пишем, это вот в Голландец. Здесь написано, что, здесь, как видите, он взял важное достижение. Ну вот, начальство, и есть рема от Хоффа, особенность от Хоффа, да, в общем, есть. Так вот, это термомового отхода учится в следующем. Что обязательно? Для каждой ветви. Для каждой ветви. Существует две точки. Вот эта точка. Две точки перехода. Эта точка, что случится тогда? Если бы это было невероятно, он прошел вот так вот и сел. А, скажем так, что не было, не было образованности. Если бы не было образованности, то прошел бы вот так, и сел. Ну, как будто бы была такая... А здесь обязательно, что такое здесь? А что производное? Почему производное? Мы это опять рассмотрели. Я, правда, рассмотрел, когда бегло, и потому что уже сейчас немножко тороплюсь. Да и вообще... Четыре технические вопросы я не хочу подробно рассмотреть. Так вот. Ну, теперь рассказано, что вот отсюда будет, вот здесь вот будет параллельность омега минус омега ноль. Где омега ноль – это точка, в которой традиент вращается ноль. Вот это традиент, вращение традиента в ноль, ну, в силу самого вида вот этого. Видите, как я сказал? Если бы он вращается, то вращается. Конечно, вращается. Это же категоральная функция. Это не обязательно связано с каким-то... Бывает. Бывает всякое. Это никакой хим인가 особенности не связанной. Но, как правило, все же есть такая Thankssな. И особенность такая, что функция нормальная, она вообще-то, она интеграл, то есть, конечно, не обращается к бесконечности. Это****ally, функция обращается к бесконечности. А интеграл точно есть на бесконечности. Но, но! Он все же имеет особое. Имеется в tour неаналитическая зависимость. То есть корень – это уже неаналитическая зависимость, потому что Потому что продифференцируем мы его, он получится соединиться на квалифицированных методов. И мы тогда, значит, уже бесконечный. То есть вторая производная этой функции обращается к бесконечному. Та же, наверное, M. В общем, производная теперь эта методика в этой точке. Она и нет уже в соответствии. Ну вот, значит, это уже имеет большинство. Ну вот, значит, поэтому вот с этой стороны как бы все нормально, а с этой будет корень. Наоборот, здесь корень, а здесь нормальная. А нормальная это как? Нормальная аналитическая функция. Она функция аналитическая. А что значит она аналитическая? Что все производные ее конечны. Значит, если у вас корень, то она уже, в церковь ее единица на корень, она уже в бесконечность обращается. Правильно, да? То есть все аналитические функции это относится. Длина, там, какие-то синусы, косинусы, все. Вот те элементарные функции, функции, такие, церковь сейчас учет. То есть, ряд, смотрите, что это такое. Вы быстро пошли, надо понимать, что в каждой точке функция может быть заслужена, как ряд Тейлора, да? В ряд Тейлора, если функция заслужена, то наточник имеет как то f от нулята плюс x на f штрих от нуля плюс x квадрат. Одна вторая и квадрат, так далее. Вы видели? Здесь нет ни целых этих дисциплин. Это аналитическая функция. В частности, ни целых дисциплин нет. И это разложение правильно. Значит, это когда-то хорошая функция. А вот если функция вот такая, вблизи нуля, она имеет в зависимости корневую, то она уже в ряд не разложишь ее в этой точке, у Тейлора. Это будет уже ряд Лорана вылучить. Значит, это будет уже ряд, которые имеют уже, ну, особенности. То есть, мы по этим уже должны возлагать ее поулющик. Это, значит, произвольные ряды по степеням, содержащим уже в системе. Да? Ну, так вот это, ну, отличность вот про модифляторы. Вот в каких вот функциях? В функциях, где интегралы. А интегралы — это те функции, которые они не заслуживаются. Вот он дифференцирует. На чем функция? Ну, и вот. Ну, и тут получится. Ну, это особенно слабое такое, а, честно, ничего соревновая не содержит, но важно, что она есть. Так вот. И есть у этой особенности физическая совершенно часть, физическая смысл. Я вам объясню, что в этой, ну, вот этой частоты что-то происходит. Что происходит? Да нет, что это именно в этой думе. А происходит переход изочастотной поверхности. Вот эти. Вот эти. По версии. Вот так называемых открыток, вот так называемых открыток, вот так называемых замкнут. Значит, у вас это, значит, как если... Я не знаю, как хорошо это. Надо бы, конечно, иметь эту картинку, но вот так все. То, значит, сложно разобраться, когда не найдешь, нет. Вот пусть и вот в точке вот этой, в точке нуля, Зона Бюллиэна, так сказать, это в точке церкви Зона Бюллиэна, для постового сестра, значит, у нас чистота, получается, будет, значит, у нее из-за того, как висит в этой точке, будет иметь, ну, это просто, видите, все это, как Шарикова. Шарикова, в общем-то, вот такая замкнутая бюллиэна, она внутри зоны Бюллиэна находится, а теперь, значит, идем дальше, вот идем по этой кривой, ну, по этой кривой может идти, по этой, а может идти, значит, по кривой, это вот эта самая, аминоградка, вот именно, начало, значит, идет мнение зависимости, а потом идет, это другая, значит, будет другая. Ну вот, так, ну пусть вот в этом углу, допустим, не обязательно уже идти ходить, но будет какой-то минимум, идет так, идет, 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 и идея, это обращается, говорит, она здесь, производная, она в двух от правилах, значит, это будет, какой-то, ну, марсим. А здесь минимум, вот видишь, здесь минимум, а в минимуме тоже будет из-за чего-то, я поверю. Вот там следующая зона блин, наверное, цвать надо, вот. То есть сюда кусочек можно сказать, что к этой зоне блин это лежит. Ну вот, и здесь получается, что здесь точка, в которой частота вот эта вот, она меньше, чем та частота. То есть, вернее, если эти больше, больше, здесь меньше, здесь больше. То есть точка, в которой окружает эта замкнутая поверхность, отвечает через статей больше, чем вот эта. А эта здесь меньше, чем вот эта. Вот это свидетельство. Значит, у нас как-то, вот растет частота, из-за частотной поверхности идут, идут, а не как-то от таких вот, которые окружают точку с меньшей частотой, должны перейти неправимым образом в частоту. Частоты, которые окружают точку уже больше частоты, чем на самой этой. И этот переход проходит только, может произойти, это этапология работает. То есть переход так может произойти только через вот такой поверхность, проходящий через всю. Оно уже, оно уже, оно уже не сосредоточено внутри зоны бельюэна, а распространяется вовсе. И вот если где-то для какой-то точки заходим, и происходит переход. От замкнутой поверхности окружающей, значит, меньшее значение, к открытой поверхности. А вот здесь, вот в этой точке, когда она начинает переходить, да? Приходит радикально. Значит, в этой точке, я не знаю, как это написано, вот, значит, поиметь привык, потом раз, переходит сюда. И тогда уже начинает окружать точки, в которых частота больше. И вот эта вот полоса между вот этой точкой и вот этой где-то точкой, она отличает вот этой. То есть, вот в этой области и из участковой поверхности открыты. Вот они вот такие. Ну, это, это символически. Это представление в современном пространстве. Представьте, если что-то появится. Там, представляется, какая-то такая, гантель такая. Какой-то, какой-то, на проекте. На проекте себе представляют только гантели, которые, значит, представляют, получается, имеют такой, такой характер. И они разрываются, разрываются, зоны бельюэна. Говорится, правильно, разрывается. И вот, пошли и дальше. Вот, значит, видите, это экологический как раз такой факт, что, как изучить четвертый бельс и мобильцы. Это изложено все это наука. Это, по-моему, через магическое умение. Это изложено вот в книге Могулин и Могулин, из которой семь книжек маленьких я принесил. Вот это книжек, изложено изложено. И написано, что у вас имя Теремма Хуфа Хуанхова. Теремма Хуфа как раз и говорит, товарищи, что здесь наука должна быть максимум, а здесь и никуда не денешься. Все равно имеются две точки. Сначала она придет туда, вот как здесь молча. Сначала будет такая, ну такая. Сначала будет, значит, переход к открытым, а затем первый раз выгоним замкнут обратно. Замкнут уже не закружать максимум. Вот, в общем, вот это интересный факт, осуществления спиртральной плотности колебаний, ну, которая вот простейшая, она теряется на такой, вот или такой, для плотной оптической петли. Это петли, это петли. Ну, Теремма Хуфа, эта часть тоже отражается. Значит, вот здесь вот тоже обязательно должен быть, в общем, она не может вот так, вот так идти, по касательному придет к этой грузии. Не может так идти спиртральная плотности колебания. Она для низких колебаний. Особенность. Вот она, то есть, особенность в производстве. А для низких колебаний, они, кажется, заняты точку. Вот. Вот это, значит, это, все, просто, консистер, консистер. Ну вот, вот это, о вопросах, спиртральная плотности колебаний. Ну, конечно. Ну, вы же не представляете об этом. Значит, ну, видите, значит, я бы сказал вам, это не так, историю, конечно, на самом деле, реальная плотности колебаний. Она имеет не одну, а то, типа, ну, как бы, то, одну, другую, третью, это всегда, какое-то четное число. Определенное количество таких, скажем так, Теремма Хуфа, конечно, говорит, не только, не только, как ты сказал, а именно то, что обязательно должна быть хотя бы одна точка вот такая, и обязательно должна быть вот такая. А число других точек, ну, там, как-то меньше, не ограничено, не меньше, ограничено, ну, вот такая вот. то есть, по-самому, теорет, спектрально, после, он сложный. Но, там у нас, вот сейчас, можно посмотреть где-то, много, есть, это, книг, которые посвящены расчету, там, вы смотрите, там, видите, ничего похожего на этот. Ну, потому что там они, в таких, пиков, выбросах, получается, и это связано с тем, что обычно рисуют, для аэнергетических масштабов, значит, очень крупных. И, допустим, вот это я взял, сжал, вот это вот, пацана, и, вот, ну, сажу ее, и так-так-так-так, ну, 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 и здесь, наверное, какие-то, места, такие, специальные болезни, сжевать, получается, и сама вот эта, рунда, о которой мы говорим сейчас, его существенного холла, она, по счету, да, просто не проявляется, но, значит, для физических слоев, она, ваше значение, вещь, то есть для некоторых, особенно для, как раз, сплав, и так далее, значит, эти точки, отличие, да, дело в том, что они, по сути, особой, они, значит, имеют, не имеют отношение, всячески, минимум, максимум, у всех каких-то, них, в общем, вот такая, замечательность, это, просто, ну, значит, для второго, высокого давания, хотя, значит, смотрели, значит, сейчас, я, ну, значит, давайте сейчас, я, это, как же я сегодня буду спрашивать, на самом деле, еще одно из главных вопросов, которые я буду задавать, вот, значит, смотрите, итак, значит, следующий вопрос, который я здесь, прошла с одной стороны, это подавали, итак, мы переходим к квантовому языку, с того момента, значит, мы, значит, нам начинаем только, она хватит, бездей хватит, реально смотреть. В чем, значит, квантовому язык заключается, в том, ну, во-первых, что, значит, у нас сейчас есть, бунтовый осциллятор, значит, совокупность осциллятора представляет собой, значит, систему, динамических систем, вот, вот, с этой, да? Так вот, эти осцилляторы, нужны, ну, вот, то есть, в том, что они, энергии этих осцилляторов, изменяются квантами, квантами, аж омега, аж, аж, кванты, деленное на тропин, аж, аж, аж омега, это квант, то есть, энергия может быть, то есть, аж, то есть, аж, и, и, это, первое, собственно, сайтов, ну, аж, 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 Я по москве пользуюсь однажды, вот эти очень главные и средства. Ну вот, значит, ну и так, это, значит, квантование сводится к тому, что квантуционная энергия среда. Ну и соответственно, у нас так, у нас получается, что... ...ыпендерния среда кустitas, вот эта энергия, кванту Exodus 1 иначе то есть еще один огромный альфа то есть сумма по всем осилляторам здесь будет hωα k плюс 1,2 на nkα плюс 1,2. Вот это энергия осиллятора, каждая осиллятор имеет такое имя. Я не буду описывать нормальный ответ, но нормальный не будет. Не будем сейчас этого даже касаться. Просто скажем, что там есть такие вещи. Но самое главное, что тут другое. То есть те же факты, которые я хочу сказать. Уложить энергетику. Так вот есть одна вторая. Вот видите, одна вторая ни от чего не зависит, но даже ее прибавить в нервисном состоянии. Таким образом, возбужденное состояние здесь стало вот оно. А это основное состояние. То есть все время мы говорим. Вот есть нулевые колебания. Вот нулевые колебания, здесь как раз у нас тут не понимается. Да, товарищи, есть часть энергии, которая зависит от тех колебаний, которые может эта система совершать. И она в нервисном состоянии входит в нервисном состоянии, потому что кинетическую энергию мы уничтожить полностью не можем. У квантового объекта кинетическую энергию мы сможем получать. Сама суть этого, значит, квантового объекта кинетическую энергию мы не можем сделать. Кинетическую энергию мы не можем, потому что это одно бесконечный скотик будет. Так вот, значит, итак, вот это точно нам говорили. Теперь, значит, вот эти экстракты. Это чисто затон. Это то насколько возбуждено осцеляторы. У меня волновая функция осцелятора и какая-то волновая функция, она зависит от этой вот Н т. Вот для каждого осцелятора это эта волновая функция осцелятора. Значит, и поэтому, значит, у нас переменными этих осцилляторами становятся вот эти фактически N-K, а вот эти переменные К-А в недостатке и число заполнения каждого села. Ну и, соответственно, естественно, мы можем теперь переходить к сравнению с тем, что эта система представляет собой сам пункт этих квантов просто. Вот сколько этих квантов, такая энергия, вот они, четыре кванта, вот, и все, практически все определяется через эти числа заполнения. Числа заполнения вводятся в химон. Вводятся в координаты импульсов, нормальные координаты импульсов, вводим их комбинации линейные. Ну, там, значит, я даже не буду вводиться здесь, скажу, что есть, например, внеждение К-А, К-А, который действует на вот эту волноту, приписи, даёт просто N-K-А плюс 1, корень куда-то, корень куда-то, ну и Фи-N плюс N-K-А плюс 1. Вот, то есть N-K-А плюс 1 рождает, как бы, ещё один квант. То есть рождение кванта вот оно такое. Соответственно, ну, это множество не важно, но потому что мы не будем апеллировать с маточными элементами. Мы будем говорить о двух только операторах, оператору уменьшения и уменьшения. Если я здесь оператором уменьшения, если, ну, он будет такой, просто N за альфа, по минус, Си, N минус единица. Так, если уничтожим, вот оператор уменьшения и уменьшения. У нас, значит, ну, и оператор X будет применение комбинации оператора B и оператора B. Вот, и все функции практически, все операторы, практически, являются функциями, вернее, комбинациями, вот этих вот операторов объединения, соответственно, что, значит, мы, любой оператор, как можно писать, какой-то матричный элемент его упал на одной функции, вот эти, и, ну, уже операторы, на что они действуют? Они действуют на совокупность, на волосы, на совокупность этих значительных элементов. И, соответственно, значит, волновая функция полная всего кристаллов. Это из произведения этих функций, вот, да, на их вот функции. И, соответственно, последние эти функции, мы, когда действуем они же этим аппаратом, то есть уничтожаем его рожда, какие-то из этих функций, и, соответственно, значит, входят матричные элементы между этими функциями, которые мы раздавляем, плюсы, минусы, да, и, значит, если мы оператор будем в составе, из большого произведения, то это называется просто произведение, вот этих, значит, оператор рождения мчатерина. И, значит, тогда мы будем любое состояние описывать, что вот сколько-то, какое-то количество рождений мчатерина оператора, ну, значит, тогда записывается, и тогда мы получаем мчатерину любого количества оператора, зависит от совокупности, какого-то количества этих, значит, совокупности, тая, вот так. Ну, а вообще-то, если у нас, поскольку у нас всегда одночастичные, так сказать, операторы, операторы, которые, значит, выражаются, то есть только к одной, ну, тогда, значит, соответственно, у нас всегда входят только В и В. У нас любой оператор может быть зависит от совокупности сумму по В, В, А, альфа, вот, и вот, если не есть, вот это альфа, диагональному можно найти. Если не диагональный кодоператор, то здесь не будет альфа, штык-нидиагональный. Вот такие вот это у нас входят. Квадратичные по операторам, на один и четыре. Соответственно, гамильтаньян, А, это, если у нас 2-3 мальчатерина, плюс сумма, ну, можно касаться гигабетов, почти и то, но и будет сумма к альфа, альфа-дот-к, В-трис, В-в-к, В-а-дот-к. Вот это, вот это есть оператор числа, по-моему, вот этих складов, которые мы теперь называем. Залей по-моему. Итак, соответственно, это газ вам станула сейчас. То есть, значит, значит, каратова сейчас сводит к операторам выражения уничтожения фанона, и, значит, прям, все переменные, все переменные, это число заполнения, число, то, понимаете, число, число фанона в данном состоянии, число заполнения, геометрического цена, ну и, вот, просто таки, наверное, таких фантов. Вот. Ну, значит, тут можно, может быть, еще первое, последнее, что сказать, что я могу с вами не говорить, я сейчас вот нашу формулу, это формула для амплитуды, колебания, вот, допустим, смещение, в основном, он заборил о нем, вот, тут такое, что все это устроено, что реальное смещение, а реальное смещение действительно имеет в форме определенный вид. Так, сейчас, значит, я вот это, пока здесь, написать, это смещение, умотану-ка, смотри, как он. Ну, давайте, не помню, я сейчас напишу, и потом пропишу еще еще. Значит, сейчас. Ладно, значит, это, это я сейчас напишу, и на этом уже разводчик придется. А дальше уже. И вот мы, значит, сегодня, любим уже главным нашим вопросом. То, что сейчас будет, это, значит, главная часть курса, фактически финальная часть, которая и есть физические свойства, а которая ищет о физических свойствах. Работы, финальных, кристаллов, физических параметров. Так вот, это сейчас я хочу, просто, вот, справочник, что же, а вот такое. Это, значит, формула N, так сказать, сейчас, секунду, демитория, что называется, N, S, так. Вот это, значит, смещение. Вот то, что мы еще начинаем, мы начинаем рассмотрение, что я пойми, что, с тобой сейчас позавтра все было до нас, теперь это был НС, да, теперь мы его, НС, НС, да. А, ну, ну, вот это, НС, да. Вот это было, значит, смещение, исположение, значит, смещение атома, исположение, а вот это, или, значит, все, элементарные чейки, чтобы, или а, атома, элементарные чейки, если сейчас, не здесь, смещение. Так вот, значит, теперь мы идем, в результате, в итоге все, записали, так, единица на поле из D, S на N, да, и вот сумма по карте, да, забыли мы это смещение, ну, зарядка, альфа, так, и вот здесь такая, это я помню, сожжу, и x, так, сейчас я включу, x k альфа на косинус косинус k n, k n, и вот конец couldn't, плюс 1, так, 1 на, так, 1 на, omega альфа под k, и вот, k k, p, k альфа, так, p альфа, sin President V at k арен, си dus миллионы которые мы включим, Это R, это у нас вектор, трансляции решетки, соответственно. Здесь коврочка закрывается, я продолжу думать, что для нас не надо. Значит так, нормальный, понимаем, нормальный вещественный. Вот, значит, так, например, пишется. Теперь, значит, здесь, это, и здесь что? Виктор коронизации. Е, альфа, вот так, я не так писал, сейчас будет, чтобы я не знаю, что я не знаю, здесь, С, К, альфа. Вот. Вот разложение по нормальным вещественным. Значит, соответственно, сейчас, мы же говорили про это ограниченное мнение, вот они как пишутся, X, K, альфа, значит, так, корень. А, так, ну, ну, два, да, два, полные, альфа, так, вот, и здесь, M, K, альфа, плюс, да, есть, K, альфа. То есть мнение посвящение, получается, через, просто мнение комбинации, если по различным, то будет комбинация уже по различным, соответственно. Ф, альфа, то есть подставляя вот сюда вот сейчас вот это, мы выражаем вот это через оператор расширения, все. И тем самым определяем это, значит, уже, как через фономию. Как это связано с фономией? Я формулу 2 квадрата, напишу еще в конце, вот когда вы в конце будете, вы знаете, рассматриваете, и покажу, как там, то формулу 2 квадрата, она выражается через энергию. Ну, вот, значит, так, минус, так, сейчас, секундочку, минус и у мета, так, и у мета, так, и у мета, альфа, у мета, учетка, и у мета, так, и у мета, альфа, и у мета, альфа, то есть вот так вот тут написано. Ну, вот, значит, два, это, значит, это, мы получили, да, мы записали это в виде смущения, в виде совокусения, в виде разрушения общежения. Ну, и все, значит, это, значит, для разрушения общежения можно применять для впечатления любого физического человека. Значит, соответственно, я уже записал. Значит, вот, значит, вот выходит. И так, вот, значит, мы по эти два вопроса еще раз, и я вам повторю. Это очень важно, и очень важно, чтобы вы его, их, какие вопросы, очень хорошие вещи. Ну, тогда мы, сколько дальше давайте. Ну, вот. Ну, а не термогинамический вкус, и следующая часть, которая называется термогинамические свойства кристалла. Мы термогинами смотрим, естественно, в пробужденном состоянии. Значит, термогинамостояние основного, в котором находится, когда кристалл находится, когда кристалл находится в основном состоянии, она, собственно, отсутствует такая. Это термогинамический будет уже просто та же самая механика, только, значит, такого независчивого термослуча состояния. Ну, вот. Итак, термогинами там. Значит, с чего мы начали, наверное, даже начать осмотрение? Вот смотрите, это, конечно, означает. Мы начать должны с статистической физики. И для того, чтобы статистическую физику развивать, мы должны, а зачем она, собственно, нужна? Вот мы даже с этого вспомним своими этапами. Это вспоминается, когда мы начинаем говорить о статическом описании термогинами. Или, вернее, так скажем, об основном постулате, ну, какое-то, значит, так сказать, нулевое начало термогинамической физики. Как это называется? С чего начинать термогинами? А с того она начинает? Она начинает с термогинами. Вот равновесие, значит, это то, что термогинамическая равновесие, не механическая равновесие, которым система обладает по 10-м силам, а именно термическая равновесие. Термическая равновесие означает, что, то есть вот система состоит из макроскопического затона, вот вот макроскопической системы, которая состоит из большого огромного числа. в основном, в основном, в основном такую систему, то, значит, из любого своего состояния она самопроизводится на себе, то есть сама ангроссибирка, и вот с ценой равновесии. равновесия, которая характеризуется некоторым большим числом массовых статических параметров, генетических параметров. Вот чем видно. То есть энергии, как и другие, параметров, которые характеризуются системой в целом. То есть вот этот, ну, так сказать, посылавший термодинамик, основоположительный термодинамик, оно, конечно, противоречит термодинамик. Вот и это заключается, значит, начало, так сказать, разговора статистической физики. Смерть статистической физики. Ну, почему? Ну, потому что сначала должна объяснить термодинамику. Потому что она должна объяснить в личинок, которое называется температурой. температурой, агромеханиками, нет. Вот правильно считаю. Ну, вот понятие равновесия. Соответственно, значит, возникает понятие термодинамик температуры, но и других статистических параметров, термодинамических параметров. И, соответственно, мы должны, поскольку мы дойдем не от того, что мы какую-то произволенную систему хотим рассмотреть как-то ее тепловодовые процессы и такие штуки. Нет, сложная система. Нет, ну, смотря с тем, не сложная, но система, которая содержит, ну, вот мы это тело, значит, покрашу рассмотреть с точки зрения механики. И вот мы решили от этой механики как нам приносить термодинамику? Это, значит, как нам построить вот эту систему уровня и состояния, или там, значит, все эти темнические причины, которые мы думаем с вами. Как это получить? Знай механику! Вот это занимается статистическая механика, статистическая работа, физическая, вот так вот. Я этим занимаюсь. И, значит, здесь вот слово «статистическая» еще не известно. То есть мы должны как-то понять это, что получается односторонное весе. Как это получается? Значит, оно получается именно в силу того, что система растет из огромного, или огромного, через 250 вагон. Они из все мои части, которые, я сказал, состоят из атомов, которые называются собой атомы, или там электроны, или, если что, из ядра, они представляют собой такое мышищество. Значит, вот описание такой системы для целей рассмотрения макроличин, личин, которые содержат, которые зависят от огромного числа, от которых зависит от свойств очистительства. Ну, значит, это задача, которая должна решаться как-то особо, потому что мы не можем механическим образом такую систему, только физическую музыку обсуждать, не более, что мы знаем, потому что есть такие свойства, которые явно ненужен и вот этот подход, который был создан, значит, он родился, собственно, и главный человек является Больсман, и другие, еще одни. Ну, даже на языке невероятности присутствуют, на языке случайностей, случайностей чисел. и вот у нас вот эта система, автономы, ну, а больше, конечно, дело там с кванта без света, но еще лучший подход для того, чтобы висеть, и значит, статистически, что же, как же нужно рассматривать, да так, что мы, когда макроскописты какими-то приборами, так сказать, какими-то органовыми чувствами, так сказать, какими-то приборами какие-то измерения производим, то мы всегда производим некое значит, некое действие, которое надо описывать на языке для теории вероятности, для частиц. Ну, значит, все равно действие каждой из этих частиц отдельных, никак не можем прочувствовать в любом своем воздействии, а мы всегда чувствуем действие огромного коллектива и действие усредненное. Мы не можем как прочувствовать каждое степене свободы и свободы. Мы огромнейшая степене свободы и соответственно, значит, должно быть какое-то особое описание. И особое описание это делается на языке теории вероятности, которые выходили. есть случайная величина. Главное в теории вероятности случайная величина. которая принимает не контролируемое нами. А мы должны тем не менее об этой случайной величине сделать совершенно определенные выводы. случайно сделать имея знания случайно. Так вот, это возможно число сопринения свободы. свой вот такой системы вот таких случаев. Но большого существует и которые соответственно уже являются именно этим фактом огромного числа и именно фактом что ну вот значит в нашем случае мы начинаем такое статистическое вероятность то есть случайно не случайно значит представление с тем что это фономик НКА сейчас здесь больше ничего у нас нет сейчас это очень в таком смысле процессе вот это число так вот это число является случайным поскольку мы конкретно никак не можем это почувствовать как вещь то есть мы имеем случайные числа и значит теперь можно эти случайные числа как-то описать с другой стороны квантовые частоты они тоже нужны и понимаем что пристал скорейся с теми частотами как это примирить как называется процедура значит сглаживать процедуры крупно-структурного сглаживания крупные структуры должны быть взять вот эти к альфа сделать укрупненными такими что значит вот каждое какое-то значение к альфа которое мы имеем мы давайте берем альфа просто будем к альфа сглаживать альфа мы будем считать что альфа сглаживать полное число переменных но это имеет значение если у нас буквы к вот это к так нужно произвести сглаживание этих значений значит у нас имеется на самом деле число значений огромное число значений и они так близко расположены так близко расположены что мы не можем различить некоторые из них друг от друга а сколько же можем различить вот это структурно значит мы даже в теории ящик знаете в теории эмагуляции в первую очередь дискретные переменения дискретные значения там по ящикам расслабиться шары и ящик вращается но вот здесь мы должны взять эту значит все совокупности значений как вот этого нашего разбить на участки разбить на ящики которые мы должны набрать значит число вот это в каждом ящике вот это возможных значений мы я пользу использую обозначения которые распространены то что я рассказываю в статье уголовлившихся но там тонкость в том что в общем разных общей и вам будет рассказать статистическую фиску вы уже начали вы ее начали вы ее уже начали ее начали лечить но конечно есть литические физики я напишу вам просто как-то заматывая много и не говоря не так можно сказать так что рецептуру вот так делайте еще как перейти к физическому описанию я вам говорю фактически то что это его оно ну как бы наука создана он идеальный газ он рассматривал идеальный газ ну идеальный как разреженный газ и вот все то что мы говорим сейчас физические вещи построил вот то те фону что они происходят как раз из той идеологии конечно это все по-другому делается но идея так вот мы раскладываем по ящикам в каждом ящике будет значение и вот у нас эти фонуны заполняют эти ящики значит само состояние мы описываем вот каждый значение уже новое структурное так сказать мы теперь будем с этими новыми структурами это кстати уже нечто подобное мы делали когда перешли обесклетность мы переходим к проинтегрируем это неправильно ну вот здесь нечто подобное делается значит здесь у вас значит вот мы переходим вот эти объединения все вот жк это в каждом ящике жк в каждом ящике тоже откат значение мест в каждом ящике они выбираются это физически так сказать соответствует хотя в я не на так забывать что которые должны быть при введении статического описания каждому ящику соответствует уже наше крупноструктурное значение k, вот эти k, тут мы в структуре, значит, вот уже k число их. А теперь, значит, мы уберем вот эти вот число k, и сколько же тут фанонов в каждом ящике находится, да? Вот у нас, допустим, теперь энергия, мы берем энергию, это и есть, у нас сумма h, o, m, k, r, k. Ну, она в той, например, вот такая. Теперь это сумма, это по старой. А теперь, значит, мы сумму по ящику, сумма по группам, как же в группе g, k, да? Значит, тогда здесь h, o, m, k, здесь n, k, на g, k, да? Вот, значит, теперь вот так вот это переписывается. И вместо теперь, вместо вот этого n, k, вот видите, входит что такое? Это среднее уже, это уже теперь группа, это уже групповая уже значение, здесь уже характеризующая группа, группа все числа, вот этот ящик. Ну, значит, вот это у нас некое, так, среднее число этих, это значение, которое вот в этом, в каждом ящике этих n, k, оно может быть дробным, самим, вот, быть может, это n, k. Вот оно, значит, есть, это n, k, вот это среднее. Вот, n, k, вот это среднее. И теперь, значит, смотрите, значит, теперь сумма по группам часов, ну, в принципе, вот так вот можно написать, но теперь мы получаем, что это есть сумма по k, но здесь уже k, понимаете, округленный. И тогда, значит, h, о, m, k, та же самая форма получается, но здесь уже n, k, среднее, которое есть n, k, среднее, n, k. Вот эта процедура перехода, вот статистическое описание мы видим. Теперь k, это есть эти, то есть сумма по k, понимается, как сумма по группам. Мы, значит, огрубили систему. Значит, тогда мы здесь должны записать не n, k, уже которое исходное микро-значение, а уже то значение, ну, соединенное, которое в каждом вот этом существует. Значит, его мы сейчас должны вычислить и понять, как, что оно само собой представляет. Вот, значит, смотрите, итак, вот эти вот, вот эти вот значения мы видим. Так, теперь, значит, по ним, по ним, собственно, суммируем. То есть мы тут в голове имеем, что они суммируем по ним и по сану, по весне, которые мы говорим в этой группе. Ну вот, значит, теперь, ну, а теперь давайте, ну, включили эту структурное усоединение, а теперь давайте, значит, введем статистическое описание, вероятность. Вот вероятность осуществления данного распределения nk. Вот мы, что должны начать задать. Вероятность данного, ну, как-то распределили эти nk? Статистическим образом теперь. Вот, значит, теперь, поскольку мы вот эту великую структурность, мы, значит, уже эти nk считаем случайными причинами. А они ни в коей мере не были случайными, если сначала, потому что они механика описывались. Они что-то определялись, значит, этими уравнениями нашими. А теперь мы их описываем статистически. Почему? Да потому что вот это макроскоптически неразличимое состояние, как говорится. То есть мы вот нашими пальцами, нашими приборами, нашими группами этими не можем различить вот эти вот состояния гиппадрома. Не можем. Мы ускориться там, значит, в этих состояниях, сюда включили, и теперь им приписано всего только одно значение k. Вот мы что делали. Мы одно значение k. и приписали. А значит, статистически-то оказывается, что они... Какое это значит? А вот она как раз вот эта, что она теперь нас черточка, и она какое-то такое, другое совсем. Вот. Оно было статистическое уже. Их вот как вычислить? Мы должны вычислить... Это вот как раз вот у меня была, хотел сейчас спросить. Как вычислить это? Будем считать величину nk случайно. Вот мы... Да, существует данное распределение nk по всем этим ящикам. Значит, сколько же... Какова же... Значит, преднём вот так. К чему мы, собственно, стремимся? К чему стремимся? К чему стремимся? Значит, мы стремимся к тому, чтобы определить вероятность осуществления данного этого. И дальше что идёт? Значит, идея... Идея вот этого вопроса и была, что... Значит, равновесие, которое существует в системе, оно отвечает наиболее вероятному распределению наших людей. Наиболее вероятному, в котором вероятность... Ну, нужно посчитать, какая же вероятность каждого данного распределения. Вот. И вычислить максимум этой вероятности. Оказывается, что, поскольку чисел огромные, и вот это, так называемое, но больше чисел, оказывается, что эта вероятность для какого-то определённого, наиболее вероятного значения, намного больше, чем всех остальных. Вот в чём и равновесие. Что равновесие будет отвечать самому наиболее... Самому с большей вероятностью. Значит, для этого мы должны написать это число. А оно, вот это число, вероятность данного, значит, оно как комбинаторика определяется. Это вот возучили, надеюсь. Значит, что число комбинаций, возможных комбинаций, значит, вот для данного, вот для навыка, вот это, значит, существует число, как разложить, значит, эти самые, разные случайные, случайные значения по вот этим, вот этим ящикам. Что, какие, какой-то, значит, кораблей, какой же, какая же вероятность того, какое число комбинаций, значит, существует для того, для каждого данного определенного НК. Для каждого данного определенного НК, попавшего, попавшего, значит, сюда, случайно, зацепавшего вот этот ящик, существует определенная комбинация, которая дает вероятность. А вероятность, капитульная метода вычисляется, значит, она, ну, у нас в этой, в этой, в этой, в этой, статистический, статистический вес этого состояния, то есть, у каждого, задаваемый кодекс значения К, он ему мог быть, какой-то определенный статистический вес. Значит, это, мы его, легко напишем, вот это, когда мы, записываем, формулы, ну, там, число сочетания из, какого-то, поскольку-то, поскольку-то. вот это я, значит, это я вводить не буду, а поскольку, что вам скажу? ЖК плюс НК минус единица, факториал. Завязывается, что мы число сочетания делаем, Вот. И это, значит, ЖК минус единица, факториал, это, 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 как вы понимаете, НК, как вы понимаете, вот это, число, это число, которое определяет, число способов, задания, в смысле, заполнения, при данном НК, вот этого, каждого ящика. Вот, где ящик, число, значит, способов заполнения, заново, это, вот. значит, все эти числа, большие очень. ЖК, мы говорим, большое число, сама идея наша, крупноструктурного сглаживания, она только тогда, имеет смысл, когда ЖК очень большое число, неразличимое нами, число этих атомных состояний, вот. ЖК очень большое число. НК, соответственно, тоже, конечно, большого числа. Ну, все эти числа, ЖК, НК, это большие числа. Вот. Значит, соответственно, вот это отношение, покажет данное здесь, даёт нам статистический вес этого, данного состояния, и при больших числах, оно может записано просто. А здесь это, значит, знаменитейшая форма. Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь существует, значит, во всех, в теории вероятости, больших числа, регулирует эту формула. Потому что это всегда от факториалов. Что у нас сразу получается в том, что мы, n факториал, большое число, если большое число, n у нас есть, то n факториал, есть n, n, да? Вот оно, это число, большое число. Вот. Значит, тогда эти все числа можно расписать и по такой форме. Значит, мы сразу же получаем с вами, значит, так, это легко треально делается, получается, так, число способов, так, сейчас, секундочку, значит, это будет gk, значит, gk, значит, gk, 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 n, k, n, k, ну, среднее, я прямо сразу запишу, вот это, gk, n, k, логарифм, н, очень хорошо, тут все складывается, если так, 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 сжигаем, с точки зрения, минус, минус, так, значит, n, сжигаем, логарифм, сжигаем, 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 по 7k, сумма по 7k, это будет что? А это, на этом у нас, сумма по 8k, грамм, грамм, это будет, что? вероятность осуществления данных nk, данного распределения nk. Вот мы распределили во всем ящикам данных какой-то, это получается состояние, тем самым наша система после структурного углубления, она представляет собой какую-то совокупность этих углубленных ХНК и вероятность его осуществления этого состояния полного углубления. Вот если мы сейчас берем сумму опорта, то видите, что здесь получается очень формулоподобное то, что здесь написано. Значит, получается формулы, которые сумма по К, это у нас сумма по группам. Вот здесь вышло число, а то, что тут записалось, это, как видите, функция только средних. Ну, это понятно, значит, мы получили сумму, а это уже по структурным состояниям, да? Вот, значит, совокупность единица плюс ХНК в среднем, ну, еще в чём говорю, логарифм единицы плюс ХНК. Ну, значит, вот что получилось. А где по группам мы? Где суммируем? Значит, вот здесь мы по группам. И здесь по группам. И здесь тоже. Каждая, здесь каждая группа лежит, да? Значит, здесь у нас вот такой всем К. Ну, это пока уже врубленный, врубленный всё, зачем? Вот всё, вот человек здесь тонкий. Между прочим, это вот очень важная вещь, которую, значит, иногда и очень часто так заматывают, что, ну, как бы он означает механику, эстетическую механику. Ну, это, значит, само себе вот тогда структурное отрубление, оно, ну, это, ну, это, это не для вас такое отражение. Вы должны, вы все же теорию знаете, что, откуда появляется, как что, как физическая, как физическая, как вы полизаете, забежаете. Ну, как. А вот, ну, только так вырезаете, просто там, как бы, вот этот, не вот этот вот. Вы думаете, статистический вес, вот видите, лицо Монбака – это статистический вес всей системы. То есть, это статистический вес, то есть, это вероятность определённого состояния. Вероятность теперь определённого состояния, все системы мы сейчас уже начнем. Смотрите, когда эта характеристика. Характеристика – это характеристика всей системы в целом. Вот так распределены в каждом данном состоянии эти средние значения. Формально распределены вот таким образом. С точки зрения нашего антоноскопического обзора. С точки зрения антоноскопического обзора. Вот таким образом такая вероятность у нас такого состояния. Теперь следующее, что нужно сказать. Давайте найдем максимум. Максимум вот этого самого слизистического веса. Но, значит, это слизистического веса. Но, значит, конечно, смотрите. Этот у нас... Так, подождите. Секундочку. Я тут перегадаю. Продолжение следует. Так. Подождите. Секундочку. Я тут перегадаю. Продолжение следует. Сейчас. Затем. Секундочку. Могарифм. Сейчас. Могарифм. Суммонка. Могарифм. Суммонка. Поэтому, значит, у нас, и я тут пересечен, потому что тоже стараюсь спешить. Ну вот, и так мы говорим это, n, конечно, так. Поэтому, конечно, здесь вот это вот есть не n, а логарифм. Я бы же причем за счет, я бы написал, но не видно, что. Значит, здесь это, так, сейчас. Я не знаю сейчас, ну, просто уже заспешил. Значит, смотрите, ну, конечно, эроятность – это произведение эроятности. Как, между прочим, мы, какие-то теории эроэксии, мы не можем поправить. Полная эроятность, да, есть произведение. И поэтому, значит, смотрите, то есть, вот, как до этого дошло, то что стало весом. И так, ну, смотри, конечно, значит, мы, вот то, что хотел сказать, конечно, мы не максимум основного статистического веса будем, а максимумного логарифма, почему, вот это, значит, в чем здесь, значит, в чем дело-то? Что, если мы, у нас, вот у нас вся система… Давайте, ну, чем я тут, это самое, как-то опустил все это, уже осталось. А, значит, это мы не знаем. Вся система представляется по совокупности системы с данными этапами, да? Так вероятность осуществления, значит, какого-то состояния всей системы есть произведение вероятности осуществления каждого состояния отдельности. То есть, отдельная система, вот эти, мы нарисовали как, да? Так вероятность вот этого будет равнопроизведения вероятности, значит. Ну, а я тут перескочил. Так вот, значит, смотрите. Но откуда возникает эта… откуда эта форма, почему такая возникает? Потому что вот эта форма, вот такой вероятности. Значит, дело в том, что нам удобнее иметь с логарифмом, чем с ценой увеличенной. Сама… Мы сейчас… Если эффективно определить максимум вероятности, какое максимальное значение имеет вероятность, и… что… Какое решение имеет… Какая функция восприятия отвечает этому с ценой увеличения? Мы, конечно, можем найти максимум логарифм, а не максимум произведения. Это, получается, что… Ну, как бы, эквивалентно. То есть, логарифм растет, ну, только очень быстро, а логарифм растет медленно, но все равно, значит, это максимум отвечает максимум произведения, отвечает максимуму вероятности. Вот именно вероятность и, значит, вот этот логарифм вероятности, это, ну, такие мужчины, которые, значит, ну, одинаково поведение, наверное, для нашей системы. Ну, вот. Так вот, значит, получается, что, смотрите, что произведение, что… Это самим логарифм… Логарифм этого вероятности среднего уровня. Здесь сумма… Вот, видите, здесь сумма… Вот почему… Где я это встречал? Где я ошибся? Что… Я забыл… А… 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 Логарифм… Здесь сумма… Пока… Логарифм… Понятно, да? Теперь, значит, получается, что… Значит, вот это… Вот это у нас написано… Логарифм… То есть, это равно сумма… И, соответственно, вот это… Равно теперь вот это… И тут это у нас не сумма, а сумма… Так… Это… Это… Не так написано совершенно… Значит, нужно взять логарифм… Могарифм… От этого… Да? Ой, вот сумма… Тогда… Вот это… Получается… Могарифм… Так… Значит… Сумма… Могарифм… Вот это… Вот… Вот это… Ну, вот… Соответственно, если мы хотим найти максимум этой величины, то мы можем находить в максимуме этого существа. И это, причем, имеет огромное значение. Дело в том, что вот эта сама физическая величина, которая в терминафии говорит, как раз является алгоритм статистического объекта. Вот только все получилось. И, значит, это и было, ну, один из самых важных открытий Ботсова. Вот эта формула, которая, значит, выявит такой курицовый номер на могиле, если хочешь, чтобы... Вот штона, здропей, я сейчас бы скажу, она как раз есть логарифм вероятности состояния. То есть вот эта величина... Я уже, бросая все, тянулся к этой форме. А, значит, видите, тут важный момент, что логарифм, мы не просили, это, так сказать, забыл. Ну вот, значит, вот такая. И так вот так. Значит, у нас сумма пока вот этого вот, ну, логарифм... И да, значит, вот такая получается формула. Значит, теперь мы что можем, значит, сделать? Мы можем найти максимум этой функции как функции nk, да? В нашем снащике, я уже просил, в следующем месяце найдем вот эту функцию... Среднее значение. Сколько же в каждом ящике у нас nk, значит, вот этих вот... Значит, какое среднее слофо оно будет? Мы найдем, находя максимум. Максимум. Тяга, максимум набирает оси. Ну, вот, значит, тогда делается вот просто... Ну, надо... Значит, что сделать? Надо все же сказать, что у нас есть энергия. Есть, значит, она есть сумма пока... Ну, вы не учитываете по всему... Ну, колебище... Энергия... Аж омега ка на nk... Средний тоже. Так вот, если мы, значит, задаем... Знаем, какое-то предназначение Е... Даже можно ее еще... Е с черточкой. Это уже не метрическая. Это уже не эксоцистическая. Ну, вот. Что при этом заданном условии, что Е задано, да? Максимум вот этой величины. Можем найти просто как максимум. Ну, значит, давайте сделаем все, как говорится. И так. Да. Делаем это. Делаем это. И я, значит, вам тогда уже... Ну, вот видите, это самая у нас такая важная часть получилась. Вот, и что задача произошла? А вот... Ну, завтра задача еще? Нет. А ты понимаешь, как в первом твоем движении находись в голову, если там уже писать? Да. Ах... Как мы вообще... Как мы вообще это вот... Там что... Ноль капиа выбрали. А, ну, так. Типа, в первом движении волная функция... Она... Вот это... Там, где она? Вот она, вот такая. Это, по-моему, это фононная или это электронная волная функция? Да. Там, смотри, там... Я ничего с собой не взял. Я сегодня поделываю лимонскую. Так. Так. Да. Он говорил, что... Сейчас я покажу. Да. Вот смотри. Вот волная функция, она вот такая вообще. Да. А, типа, в первом приближении мы вот такое выбрали произведение. Вот это электрон... Это фононная волная функция? Это электронная. Вот фононная, у него, значит, нет вообще никаких фономов, да? Ноль... Ноль капиа. Это основное состояние. А, основное состояние. Нет фононов вообще. Это поправка, наверное, клоновая функция основного состояния. Да. Основной. А как в первом приближении? По формуле... Вот. У тебя, как бы... Ты должен идти поправку к волновым функциям. У тебя стандартно, по-моему, сдают? Через матричную игру. Какая? Да. Так. ensure направление на точные элементы классного функции. Так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 на электрическом поле татаргональной симметрии, посчитать вероятность перехода 1С в БАФА, я типа говорю такой, вот есть полуровень, так, в атоме, водовод, он только на водорожде. В БАФАТОРе, неоднородное поле татаргональной симметрии в рождении снимается, получается 1СМГ и 1ДУГЛЕТ. ДУГЛЯ, ПЫ, ЗАД, СОСТОЯНИЕ, ПЫ, ЗАД, СОСТОЯНИЕ, ПЫ, ЗАД, СОСТОЯНИЕ, ПЫ, ЗАД, СОСТОЯНИЕ, ПЫ, ЗАД, СОСТОЯНИЕ. Но мне нужно сочетать вероятность перехода из этих уровней на 1С. Ну и как его считать? 1С. Ну, вот эти вероятности перехода, посчитать можно. А, у нас вероятность перехода по действиям электромагнитной волны, она у нас пропорциональна вероятность перехода из атового, из состояния а, состояний б, пропорциональна модулю, квадрату модулю маточного элемента перехода. Вот такого. А, дипольного она имеется, дипольного перехода. А, ну здесь как раз дипольный переход, да? Да, да, да. Электродипольный. А электромагнитный переход, это что такое? Ну, здесь магнитный уже, но магнитный дипольный переход. А, ну да, да. Там такая. Погоди, есть электродипольный переход? Здесь электродипольный переход, здесь ты дипольный момент зажимаешь в джускопе, а магнитный дипольный момент зажимал, магнитный дипольный момент зажимал. Нет, а есть еще электромагнитные переходы? Ну вот это и есть электромагнитные. Вот это электромагнитные. Да, под действием электромагнитной воды. А, ну понятно. Здесь еще поляризация, вот тут входит сюда, вектор поляризации этой электромагнитной воды. Угу. Ну типа есть какая-то волна какой-то поляризации, ну там она может быть, не знаю, в линейной циверкулярной, глупо говоря. Вот, два случая вот это смотреть надо. Вот, во-первых, получается посчитать вот эту скобку, то бишь посчитать вот эти маточные элементы переходов, маточные элементы переходов, ну типа элементов. Угу. И различные векторации курера и линей. У меня как получилась моя задача? У меня такая задача, вот. Я еще не оформлял, я решил нам оформлял очень. У меня получились переходы, вот, переходы линейной волны с ПЗ-состояния на 1С-состояние разрешены. Угу. Переходы под действием линейной поляризованной волны с ПИКС-ПИКС-ПИКС на 1С запрещены. У меня 0 просто получился. Циркулярные с них наоборот разрешены, а с ПЗ-состояние разрешены. Угу. Угу. И в вероятности это модуль бывает знаков. Ну. Такая шага, короче, получилась. Вот. А у вас там, я не знаю, у вас как бы… у тебя какая симметрия? Да мне там почти ничего, ничего не сказано. А что ты рассказал? Просто мунит на поле. А у тебя как тетрагональная симметрия? Тетрагональная симметрия. А он? А расщепление. А расщепление. Угу. Они же выжили были? А расщепиваться. Угу. Вот кому-то не повезло, кого разбить. Какая-то сложная. Что это все? У Сухарика самая простая задача, блин, он у него какая-то… У него… У Сухарика 19. У него 19. Он вообще ему прокатило по полной программе. Потому что у него она решена в китере. У него даже страницу указывали. Что сухарика? Нам, вот все задачи и нам, они… Да ладно, что прикольно. Непонятные. Может, мы на первой парте сидим. У нас кинуть бежаливаться. Ну, короче… Что там? Сейчас. А, вот я какую-то нашел какие-то статьи как раз про вероятность перехода. Здесь вероятность… Ну, короче, там статьи называются электродипольный переход, электромоводный переход. Вот это, да? Вот здесь. Он еще заколебался в это… Считать это нерождение. Не знаю, какие-то таблицы. Материца. 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 Ну, то есть, как такая же садятка или электродипольный переход. Там вроде тоже самое. Ну, это… Ну, это… Мне кажется… Да. Это статья-то этих… Господи, это… Ну, да, наверное. Ну, хорошо. Так. Ну, вот. Значит, началось становиться. Ну, вот. Значит, смотрите. Итак, нужно… Сейчас… Следующий шаг. Что же такое… Это… Ну, значит, это… Какая-то величина, которая связывается с определением канонов в любом состоянии. Теперь, если мы на Ранессе хотим… Ранессе… 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 То есть, самое неволеволятное состояние… Вот неволеволятное состояние… Это означает максимум этого статистического объекта и алгоритма его. Алгоритм его обозначается как С. И это безразмерная энтропия. То вы знаете, конечно… И мы сейчас… Чуть позже, надеюсь, к ним придем… И… И… И закончим. Ну, как знаете… Ребят, терминской функцией. Я не знаю, у кого вас. Ну, с вами. Ну, тогда, значит, закончим. Потому что все остальное было на следующий раз. Так вот. Значит, смотрите. Итак, это буквально… Вот так. Какая-то и такая… Письменная… 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 Вот… Значит… Это буквально… Значит… Максимум… И он будет отвечать на неволеволятном состоянии… Значит, из этого… Условия делится буквально одна. Соединка. Значит, смотрите. Давайте… Так. Значит, мы берем… ДС по ДНК равную… Максимум… Такого… Значит, по ДНК – средний. По… Ну, нам нужен условный… Ну, это… Вариационные часты… Я вам хорошо… Да? Вариационные часты… Значит… Вариационные часты… Вот с концентром. Так. Нужно найти его массу при условии… Задового значения… Одна часть, значит… Задового значения… То есть… Я задового… Одна часть. Аккурат… Значит… Ну… Вот… Ну, вот… Как это делается? А это делается… Вы знаете… Непреданная множесть… Непреданная множесть… Вариационные… Там вы же рассказывали наверняка… Я не знаю… Значит… Это обычно… И осталось, что у вас непонятно, но, значит, в общем, идея касающаяся, значит, надо не эту, значит, предъявлять равное, то есть производное определяем к нулю, а производное определяем к нулю, вот, значит, ну вот, вариационно-производное, будем называть ее. Вариационно-производное, да, то есть производное функционала по функции, где-то у нас, при данном ее констант, это, значит, будет, вот это нужно, S минус, ну, минус или плюс, это тут не важно, но у нас просто b это, мы хотим, чтобы оно было постоянное положительное, поэтому мы запишем b, b на е, ну, вот это среднее, то, что тут написано. Ну, вот тогда, значит, какая идея этого множества, это обвините, может, и так будет, может, его гармошу, вот это, и это, нравится, вот, которое оно будет выполняться, оно как бы приписывается сюда, да, значит, поэтому сейчас, когда найдем после этого, эту, мх, вот эту, мы туда просто поставим е, и, значит, это будет е, которое будет выполняться, вот, то есть мы, значит, тут самым определенным, мы, например, считаем, что это не обязательно, то есть мы, мы выразим, выразим, нам, чтобы, а, е, на все, что мы должны, чтобы вот это, р, зависит от этого константа, константа сада, и самополученным назначением-то будет зависеть от этого константа, и как это сделать, чтобы, ну, не так вот, значит, это, бета, буква бета определяется из того условия, если бы не было, ну, тогда просто бы максимум ответом, ну, вот, значит, это, что это не нужно, а мы находим вот это, раз мы узнали, что нужно еще это осадить постоянную, то есть мы тем самым смотрели значительную систему, систему, мы же ее должны рассматривать, возбужденное состояние, какую-то энергию, вот эта энергия, как раз и есть убужденное состояние, вот эта энергия, когда-то чайная, но оказывается, значит, оказывается, вот что мы сразу видим, что при статистическом описании нам еще одно, на вероятность этого состояния, то есть мы не задали, но нам этого мало, у нас тем самым эта вещь не определилась, значит, мы таким образом, мы при заданной энергии должны еще найти, значит, такую величину, которая бы определяла максимальную вероятность этого состояния, то есть при заданной энергии состояние может быть любым, как говорится, и не равновесным, вот таким образом вы видите, понятие равновесия, значит, здесь как раз в этой точке, как раз и видно, что понятие равновесия возникает, когда нас статистическое, официально нельзя, то есть когда мы с самым находимся, наиболее вероятное состояние, вот оно, значит, дадут друг другу новую функцию в термодинамике, это функция известная, это энтропия, вот эта, значит, и здесь у нас все возникло, естественно, вот, вот эта, значит, вот эта, собственно, формула, это есть, помню, Боксберг, он должен, давайте вот это, ну, там, конечно, была математик, соответствующая, как это, почему такое же ответ, потому что вероятность, теория вероятности, хорошо, нужно знать, ну, в общем, как же говоря, то, что энтропия отвечает логарифм вероятности, вот это было получено в этой ситуации, получается, что статистическое описание говорило, что надо вероятность ввести состояние, чтобы было чистое, а, значит, когда дальше, залеживайте, придется в том, что давяло, скажи, да, и энтропия, именно сейчас есть логарифм, это является, ну, вот, значит, и так, вот, берем, ну, взяли производ, изучая, как все, что вы хотите, воспроизведут, что ли, так, значит, если, посмотрите, сумма пока будет, скобочка, логарифм единица плюс nk, да, то есть, реально, что делается, да, nk плюс βhomk, уже е, кстати, только е, вот, значит, скобочка, ровно, ну, и отсюда сразу же получается вид nk, вот здесь как, nk равняется единице, деленное, так, деленное на еси криминем, βhomk плюс единица, вот, какая-то что-то получилась, значит, теперь это nk нужно подставить вот туда, ну, и выразить βhomk через е, соответственно, и, значит, у нас задана е, энергия, и, значит, это, соответственно, есть леча, еще номер s, сюда нужно поставить теперь, то есть есть и энергия, и ес теперь у нас, вот, и, значит, дальше, теперь начи дальше, а что за к? да, вот теперь мы с вами сейчас уже, наверное, подумаем про термодинамику, а β это что такое, и вообще S в массы тут, ничего там нет, пока что-то, ну, вот, когда мы, значит, сейчас введем, найдем, найдем, давайте, в первую очередь, вот, так, сейчас секундочку, е, посмотрите, средняя, е равняется, сумма ok, ну, легко видеть, да, просто показать, аж, полументарка, делаем, наверное, на лексию, я думаю, у нас в дальнейшем будет часто федерировано, минус единица, ну, вот, чему равна энергия, смотрите, там, делится, энергия получилась с функцией βb, взял возможность, вот, ну, самочувствую литернал проточить, энергия с функцией βb. Давайте, значит, что мы, как поймем, что такое β? Значит, с температурой, наверное, связано? Это единица на кольте? Правда, температура. Нет, ну, это вы как догадались, мы же, мы же, что-то, вы думаете, давайте скажите, как вы со всеми это получите? Это, я понимаю, что вы хотите, я это хочу сделать, но нужно понять, как ты сделал, а сейчас это следующее, посмотрите, а вот как болится температура термодинамики, вот как вы, как физики, скажите, серьезные, так что, теоретики, так, да, правда, да, именно слово здесь теоретики важно, потому что это люди, которые занимаются, смеются люди, если мы скажем, а мы скажем, какой, какой в теории термостатом, 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 и что является термостатом? Теоретический термостат, какой? Теоретический, пожалуйста, это идеальный газ, идеальный газ, потому что он, значит, и совершенно четко имеет линейную зависимость, строго линейную зависимость от температуры, правильно, да? Значит, вот это, это единственная система физическая, которая такой для всех температур имеет линейную зависимость по классической схеме, значит, если сейчас мы аж, ну, стремим к нулю здесь, то мы получим результат классический, то есть, если вы, если вы, если вы, тогда, значит, при аж, стремящемся к нулю, мы получаем, то есть, смотрите, ну, здесь нужно просто вот это, вот же, а где аж проходит, значит, мы сейчас разложим, а разложим, мы должны разложить просто это по, значит, ну, вот единица, первая сторона, это ВТА, 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 ВТА. Минус единица, минус единица, да? Вот аж, вы что, не знаете, кто-либо? Это аж получается, и получается, смотрите, как, что, смотрите, что получается? Единица на ВТА, сумма, по всем К, сумма всех значений К, мы вспомним теперь, что это К, а это у нас К, да? Сколько у нас всего значений? Число степени свобода системы, Число степени свобода системы, значит, это, вот у нас что, значит, это, ВТА, единица на ВТА, это есть энергия, приходящаяся на одну степень свобода системы. Вот что такое бывает. Ну, и, значит, здесь как раз и работает знаменитое, опять же, второе знаменитое достижение Ботсона. Какая энергия приходится на одну степень свободы? На одну степень свободы энергии герамического света, в нашем случае, приходится энергия КПТ. Если вы, значит, имеете газ просто идеальный, то одна вторая КТ, правильно, да? Три вторых КТ, КПТ, значит, на Н, это есть энергия герамического газа. А здесь у нас идеальный газ осцилляторов. Так у идеального газа осцилляторов на одну степень свободы приходится КПТ. Таким образом, ВТА равняется единица на КПТ, правильно, да? То, где КПТ, это, значит, этот самый, постоянный Ботсона. Вот так вот возникает постоянный Ботсона фактически. Вот это, наверное, приходящая энергия. После того, что вообще вода энергия связана с температурой, а она связана с температурой, через термостатку равную соответствующую его причине. Вот она. Значит, мы тем самым, вот здесь, вот в этой выкладке, ну, тут нужно это еще примерное рассуждение себе прочти, значит, мы в этой выкладке сравнили нашу формулу, как бы, дали эту формулу для, значит, сравнения с этим идеальным термостатом. Для сравнения с 1-ми термостатом идеальным термостатом. Вот идеальный термостат имеет 3NU КПТ. Вот он, идеальный термостат, состоящий из, ну, в нашем случае, 3NU. Тут вообще просто нужно написать какое-то N, число семьи и свободы. N, число средств, нужно КПТ. Вот это число у нас от средств, вот оно. Число средств, умноженное КПТ, это меняется, значит, энергией 10 селетра. Вот это, то есть, это, ну, кажется, зарождение статистической науки было такое, что, значит, температура 17 селетра. Ну, а вот так. Значит, это, если мы сейчас продефиненцируем ПТ, это будет что такое за закон? Закон, который мы изучали в школе. Нет? Закон Гилонга и ПТИ, что на одну степень, то есть, что теплоемкость твердого тела, или лимбового тела, равна числу средств свободы, нужным и постоянно большим. Вот закон, фактически, Гилонга и ПТИ, что эта теплоемкость, есть мера числа степеней свободы. Но это наша наука покажет, что это может быть, конечно, когда бы квантовые заходы выбраться. Вот мы бы здесь выбросили, здесь квантовые заходы. Кванты выбросили, и тогда на одну степень свободы приходится, энергия равна, для освета, для освета. Ну вот, значит, смотрите, итак, мы нашли, сразу и всё. Значит, у нас теперь, смотрите, получилась формула энергии как функции температуры. Теперь дальше. Но ведь энергия не является термодинамикой. Вот они. Достаточно функций. Какая функция? От чего зависит термодинамия? Энергия. Да вот она зависит от энергии. Вот таким образом, вот та величина, которая здесь у нас с ним зашла, вот она. Где она? Вот она. Значит, может быть, сейчас мы запишем. Итак, мы запишем сейчас, наконец, увеличенном вот эту s. s. Она и сумма по карте. Ну, обычно записывают минус и ставят. Минус, это не будет. Мы можем так писать. nk плюс nk плюс nk плюс nk плюс nk nk плюс nk плюс nk вот что получилось. Значит, если учесть, что bt равно nk по t, то, продифференцировав вот эту, вот эту функцию, вот эту, вот эту функцию, d, s, d, s, d, s, d, s, d, s. от того же газа, ну и, значит, получим 3 nm. Каким образом? 3 nm. измерение. А это, это глаевность, вы знаете. Поэтому, значит, это, получается, что, чтобы показали, что это, если так, возможно, дурочина там, И так, вот я вам рассказал статистическую физику. Ну конечно, это все статистические игры, но по крайней мере, вот видите, это самая простая система, которая действительно позволяет, со мной, исходные идеи статистической физики. И так, смотрите, мы получили, самая главная здесь формула, может даже не эта, что мы получили вот это, а самая главная формула, вот она, что это было? То есть, значит, смотрите, с гласальностью ажиомерных, что такое? Ну, если вы скажете, что они разумеяли эти формы, то, конечно, мне трудно будет признать, что вы наперёд все стали, знаете, точь. Значит, это функция распределения, значит, энергии, синяяторов, водящиеся системы, это тоже функция распределения. Это функция распределения плана, значит, мы получили здесь эти выводы. Значит, то, что, то, сама эта процедура аналогичного сомитера провоза при изучении калибонии ради кембонитного поля. Комбонитное поле называется это черное излучение. Проходили это термодинамики. Термодинамика чёрного излучения. Выконяются термодинамики отворя с чёрными степями, что ему засухаются. И там существует равновесие этого типового излучения. И вот этот ассоциатива типового излучения соответствует, как раз, возбуждению ухвата с такой вот этими. Значит, формула эта возникла в теории типового излучения. Вы знаете, когда, то уже хорошо можно что-то знать. Закон Вина был тогда. Слушай, значит, оказалось, что когда начали вот это абсолютно чёрное тело изучать, все это, ну, в разных приложениях, что-то... Ну, тогда оказалось, что существует так называемая инфекрасная катастрофа, что там это не соответствовало при нескольких частотах расстояния по температуре. И, в основном, это тогда, как родилась эта форма фронта. Значит, в самом деле распространение-то не законов, соответствовало, а там используют закон, который мы с вами, ну, получим ещё. Что значит, он... Это спектральная полность колебаний, которую мы ещё изучали, я думаю, а там для этого поля она не имеет границ сколько угодно. Да, вот таким образом мы получили, что этой самой фронтой, энергией фронта, Не энергия, конечно, тоже, но и число, но по этому закону, по закону, по закону, что есть температура. Смысл температуры, ну прямо здесь, смысл того, как входит эта температура в функцию распределения, есть причины. И, значит, получается, соответственно, это выражение для энергии и для энтропии. Фактически, вот термодинамика вся сложена. Вот здесь термодинамика в гармоническом приближении. В следующий раз термодинамика. Ладно, потому что я, поскольку вы двое, я не буду всегда... Я сейчас бы мог и не по-рубски сказать, и всё-всё-всё. Я уже давать, я надеюсь, что в следующий раз он придёт ещё. Если никто не придёт, больше. Ну, тогда всё равно кто-то придёт. Ну, в общем-то, и вправо сейчас. А, между прочим, есть кто-то вправо? Ничто есть лекция или нет? Фигурийский. Ну, вообще есть. И больше всего лекция, да? Ну, есть такое. Ну, есть такое. Смысл. А, тогда ещё нельзя. Нет, почему? Посещение лекций произвольно, вроде как. Почему? То есть, слабально это у вас, иронически. Вы даже посещаете лекции. Семинары должны полить, а надо. Ну, баллы за посещаемость. А, ну да. Лектор ставит баллы за посещаемость ещё. А, то есть, я имею право там где-то снизить оценку. Да. А, ну я-то другим образом это делаю. А я просто не ставлю тройку, если человек не может ответить на вопросы. Я говорю, что я не просто не отвечу. Вот сейчас не ходят, не пишут на основные лекции. Я даю вот этот вопрос, значит, надо мне рассказать это. А если не расскажем, то надо, значит, право не поставить. То есть, я ставлю тройку, только поставку, и ответить, что три вопроса. Вот я вам сейчас, третьего года уже до него, до тройки мы уже доберёмся до него сейчас. А, значит, первый вопрос, это, значит, эти акустические и оптические ветвители и больные. Надо сказать, что это такое, что это, что за ветвители слова, ветвители. Все вопросы, все, вернее, слова в этом вопросе нужно объяснить. Вот какое отношение всё это уничтожено. в самом самом деле. Когда вы это объясняете, то, значит, тогда сразу же вы это уже какой-то кусочек твердого тела хотя бы знаете. Твердого тела знает. Теперь второй вопрос тогда будет, значит, как теплоемкость и стабло зависит от того. Ну, то надо объяснить. И третий вопрос? Или даже второй это нужно будет, а тот третий. Пусть второй, а тот третий будет. Да. Что такое? Что с ним? Это будет аккаунь. Это будет аккаунь. Это будет аккаунь. Это будет аккаунь. Человек, который не знает, что такое темп, а такое. Это сказки. А получил петелку, а вот петелку, а вот петелку, да, То есть, вы должны. Петелку, а не знали не запрещено, а значит, тьфу. Вот тесто вопроса вот эти три. И, значит, пока нет личного исполнения, я не винился, правда, это очень легче, бывает очень трудно фактически. Слуху, я опять же не так уж и не допытываюсь, все равно же. Ну, в общем, вот это тесто вопроса, получается, просто то есть, я его в следующий раз раздал. Ну, хорошо, значит, тогда мы сегодня на этом закончим, значит, я в следующий раз немножко, если бы мы не принадлежим, повторю это.